Доброе утро! На телеканале Майя Удмуртия выпуск новостей в студии Анастасия Редько. Перед Новым годом активизировались телефонные мошенники. Ижевская полиция сегодня предупредила всех, но особенно пенсионеров, поскольку именно пожилые люди – главная мишень преступников. Уже более трех десятков бабушек и дедушек отдали неизвестным свои кровные. Схема банальна – на телефон поступает СМС с призывом о помощи родственнику. Самая большая сумма, попавшая в карман мошенникам – 800 тысяч рублей. «Определенная схема есть. Подъезжает некий курьер, ему бабушка передает деньги, он говорит, я перечислю на такой-то счет, она говорит, все хорошо, и уезжает. Курьеры меняются. Они, соответственно, как правило, эти пожилые граждане не запоминают ни номера автомобилей, не интересуются, кто такой и так далее. Что тоже также способствует определенным проблемам по их розыску». Практически половина таких преступлений раскрыта, но денег вернуть пострадавшим не удалось. Мошенники их успели потратить. Теперь вся надежда на суд и совет полицейские дают только один – игнорировать звонки СМС от неизвестных. А унять беспокойство можно просто перезвонить родственнику, который якобы нуждается в помощи. Если же мошенничество подтвердится, то необходимо сразу же обращаться в полицию. В Удмуртии четвертый год подряд проходит благотворительная акция «Полицейский Дед Мороз». Сотрудники МВД и члены общественного совета в предновогодние дни с подарками приходят к детям, в семьях которых не все благополучно. А в этом году акцию решили усилить еще и профилактической составляющей. Вот такие памятки раздают и детям, и взрослым. «В преддверии Нового года проходит акция «Полицейский Дед Мороз», поэтому памятки адресованы непосредственно детям, поэтому и вручают их тоже дети. В памятке краткие советы, как не стать самим жертвой противоправных действий, ну и как обезопасить себя на дороге. Акция нашла поддержку как среди водителей, так и среди юных пассажиров. «Извучайте правила дорожного движения, берегите свою жизнь, пусть в наступающем году у вас всегда горит зеленый свет». «Новым годом!» Накануне «Полицейский Дед Мороз» приезжал к сарапульским ребятишкам. Кроме подарков и полезных советов, они и его помощники подарили детям приглашение на спектакль. Жилье для детей-сирот стало темой совещания при главе Удмуртии. Проблема острая, подчеркнул Александр Соловьев, и не только для нашей республики. В России 300 тысяч детей-сирот нуждаются в жилплощади, 54 тысячи из них в Приволжье. В республике своих квадратных метров ожидают 2000 человек. На решение проблемы Удмуртии нужны более полутора миллиардов рублей. Накануне различные ведомства давали свои предложения главе. Дно из них перевести безхозяйное жилье, а это около сотни домов в республиканскую собственность, и отдавать в найм детям-сиротам. Еще одно предложение – строить для сирот новое жилье, потому что предоставление значительных средств на прямое приобретение квартир усугубляет ситуацию на вторичном рынке жилья и сказывается на ценах. Через месяц комиссия соберется снова, чтобы иметь понятный алгоритм решения жилищной проблемы. Пользоваться услугами многофункциональных центров призывают и сотрудники миграционной службы. По их данным, только 40% загранпаспортов ижевчане оформляют в МФЦ. Количество желающих получить этот документ перед Новым годом увеличилось в разы. Причина в 2015-м госпошлина вырастет. Однако использовать загранпаспорт в эти каникулы решились немногие. Анна Ковырзина продолжит. Инга Мирошникова сегодня получила загранпаспорт. Планирует поездку в Германию. Там живут родственники. Паспорт поспешила оформить в декабре. Со следующего года увеличится госпошлина. Документ старого образца будет стоить 2000 рублей. Нового – 3,5. К тому моменту я думаю, что все стабилизируется. И мы наконец-то поедем, повидаемся с мамиными родственниками. Рост госпошлины, рост евро совершенно не влияет на близкие отношения. Ижевчане в будущее смотрят с оптимизмом. Желающих получить загранпаспорт, несмотря на курсы валют, меньше не становится. Причем почти половина обратившихся оформляют паспорта нового образца сроком на 10 лет и с биометрическими параметрами. Кстати, со следующего года в их число войдут и отпечатки пальцев. Для этого у ФМС уже установили специальное оборудование. В декабре месяца текущего года желающих оформить паспорта значительно увеличилось по сравнению с предыдущими месяцами. То есть в декабре обратилось порядка пяти с лишним тысяч граждан оформлять заграничные паспорта. А в обычном сколько? Обычно в среднем в октябре порядка трех тысяч, в ноябре порядка четырех тысяч. Пока в миграционной службе ажиотаж в турагентствах затишье. Тех, кто решил провести эти новогодние каникулы в теплых краях, стало меньше. В целом в этом году спрос упал на 40%. На Новый год в этом году я больше всего в Азию и в Египет. Почему? Если в том году люди ездили большинство в эксклюзивные, там Филиппины, Мальдивы, Сейшелы, Мексико, Доминикана, то в этом году это слишком дорого получается. Вместе с тем туристические агентства Ижевска стали активно осваивать и российский рынок. Появились новогодние туры в Москву, Санкт-Петербург, Казань и другие города. Анна Ковырзина, Александр Широбоков, телеканал «Моя Удмуртия». Свой профессиональный праздник отметили сотрудники самого смелого ведомства МЧС России. Исполняется 24 года. Тем, кто всегда первым приходит на помощь, вручили ведомственные и государственные награды. Это те редкие минуты, когда спасатели, пожарные и другие сотрудники МЧС, обычно такие серьезные и сосредоточенные, могут расслабиться. Но даже пока одним из них вручают госнаграды, другие набивают шишки на служебных полигонах. Например, отрабатывают навыки скалолазания. Это, кстати, хобби каждого второго спасателя или эвакуацию людей из горящего здания. На этот раз принять участие в учебном процессе предложили и в нашей съемочной группе. А не приходилось вам людей уговаривать спускаться? Это ведь страшно. Приходилось. Как уговариваете? Мы просто говорим, что уже много раз так делали, нечего бояться. Внизу вас там ждут родственники, там еще что-то, врачи, доктора. Ничего страшного в этом нет. Это безопасно. Не страшно, потому что в деле исключительно профессионалы. Это они работали на теплоходе «Булгария», ликвидировали экологическое ЧП в поселке Болезино, эвакуировали людей при взрывах в Пугачево. Иногда применять профессиональные навыки приходится и дома. У меня ребенок сильно ожег маленький руку. То есть полностью всю кисть пришлось приехать домой с работы. Повязку какую-то сделать, по-моему, а мальчику. Вот в этом плане пригождались. Сейчас в поисково-спасательных отрядах несут службу 74 человека. В их арсенале пожарное оборудование, современные спасательные инструменты, средства обнаружения взрывчатых веществ. Самая современная техника для любой непредвиденной ситуации. Ведь спасать приходится даже тех, кто просто решил прокатиться с горки. Очень часто в последнее время это травмы на тюбингах. То есть люди катаются на тюбингах, не рассчитывают массу и получают серьезные травмы. Есть даже последствия, не связанные с жизнью. И наша задача их достать с этого оврага, где они оказались с травмами, и доставить медицинскую помощь. Ни о каких зимних каникулах спасатели даже не мечтают. Наоборот, в новогодние праздники работать будут в усиленном режиме. Марина Баляна, Ковырзин, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия». Снежные лошадки, снеговики, Деды Морозы, снегурочки и, конечно, символы наступающего года – ледяные овечки. В Можге объявлен ставший уже традиционным конкурс на самое лучшее новогоднее оформление. В течение нескольких недель горожане украшают свои рабочие места, создают снежные скульптуры. Чем удивляют можгинцы, расскажем. Зеленую краску надо будет принести, глаза покрасить. И черную краску. Копыта нужно будет еще покрасить. А так все готово. Еще пару минут, и эта маленькая лошадка, символ уходящего года, будет готова. Андрей Федосеев работает над ней уже третий день. Сначала сделал каркас, затем облепил фигурку снегом. Мужчина говорит, рисовать любит с детства. А в школе отлично чертил фигуры. Теперь творит скульптуры из снега и льда. Погода в этом году была очень плохая, слишком тепло. То есть, несколько раз переделывать, очень тяжело. Час осталось только докрасить, а так все уже готово. Рядом с пони символ наступающего года – неотразимый козел. С ним Андрею Федосееву пришлось повозиться. Не обошлось без помощи коллег. Лепить новогодние фигурки в пожарной части уже стало традицией. Труды незамеченными не остаются. В течение нескольких лет новогодние оформления брендмейстер признают одним из лучших в городе. Всегда хочется и себе поднять новогоднее настроение, и тем более жителям. Поэтому ежегодно уже у нас, как традиция, мы делаем снежные ледяные фигурки. Делают сотрудники пожарной части. Вот у нас как заведено. Ранее было это каждый КРУ готовит одну из фигурок. Снежные фигуры украшают Можгу каждый год. Конкурс очень популярен среди предприятий, детских садов и школ. Не остаются в стороне и жители города. Возле своих домов тоже лепят новогодние фантазии. Когда идешь по улице, уже намного красивее. Есть на что посмотреть. Фотографироваться начинают. Оценивать фигуры мы будем после Нового года. А пока жители наслаждаются снежными творениями и готовятся к Новому году. Кстати, центральная площадь Можги уже принимает гостей. Главным объектом стала живая ель. Рядом с ней хозяева волшебного городка Дед Мороз и Снегурочка. И, конечно, большая деревянная горка, которую так ждали маленькие можгинцы. Надежда Николаева, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». К этому часу пока все. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова